Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова не подходит, потому что нужно живое общение и больше сочинений. Ну что ж, дорогие друзья, мы посмотрели этот сюжет. Все-таки мне было весело смотреть на этих школьников, которые уже в предвкушении экзамена и с такими довольными лицами. И давайте уже перейдем к самому обсуждению. Грядет пора ЕГЭ, которые с каждым годом становятся все жестче, сложнее. Будут использованы металлодетекторы, специальные устройства для глушения мобильной связи и так далее и тому подобное. И дабы не давать будущим абитуриентам списывать, как вы считаете, по вашему мнению, это необходимо такие действия? Боюсь, что да, потому что даже мои знакомые школьники, которые собираются на ЕГЭ, меня спрашивали, как я считаю, не взять ли им с собой на всякий случай телефон. И я их отговаривала, потому что говорила, что даже если их не поймают в тот момент, когда в аудитории они попробуют этот телефон достать, их можно будет увидеть из Москвы, потому что камеры следят за аудиториями. И экзамен может быть, результат может быть аннулирован через какое-то время. К сожалению, это привычка наших детей на всякий случай заглянуть в телефон. Но с другой стороны, эти металлодетекторы, конечно, создают атмосферу немножко напряженную. Мне кажется, гораздо опаснее в данном случае не сами вот эти металлодетекторы и так далее, а атмосфера в аудитории. И очень многое зависит от тех людей, которые будут там стоять. То есть если они будут кричать на детей, а ну немедленно положить и телефон, и куда ты идешь и так далее, вот это и создаст напряженную такую атмосферу. А сами по себе металлодетекторы, ну к ним уже привыкли, то есть это уже не проблема, как таковая. Вот насчет металлодетекторов, что интересно, многие блогеры на Ютьюбе в преддверии этого экзамена начали делать различные видео по поводу, как сдать ЕГЭ. Конечно, они говорили, готовься, пиши вот эти все тесты. И говорили, не пугаясь этих металлодетекторов, потому что они просто поставлены для вида. Вот бывало ли такое вообще? По-моему, насколько я знаю, они звенят, когда через них пытаются пронести телефон. Скорее всего, эти блогеры не проходили через них сами, потому что действительно даны указания на то, чтобы проверка была строгой. Хорошо, дальше. Так что лучше не рисковать на самом деле. Лучше чего-то не написать, но не рисковать попасться, потому что это будет очень обидно. И в прошлые годы были такие случаи, когда уже человек сдал, а потом его увидели, поймали результат, аннулировали. Зачем это нужно? Как вы считаете, правильно ли вообще измерять уровень знаний школьников с помощью тестов? На этот вопрос невозможно дать ответ. Что значит правильно? Во-первых, деваться все равно некуда. Какие-то выпускные экзамены из школы должны быть. И насколько я знаю, во всех странах, ну почти во всех странах такого рода экзамены есть, потому что других способов, как экзамен, никто еще вообще не придумал. С другой стороны, когда ЕГЭ составляли, то идея сама по себе была неплохая. Потому что известно, что в вузах была большая коррупция. Что ж мы будем вскрывать этот вопрос. Школьные экзамены уже тоже совершенно себя не оправдывали, потому что последние годы сочинения, которые писали отличники для того, чтобы они получили золотую медаль, массово переписывали учителя. То есть это была вообще полная профанация на самом деле. Поэтому какой-то такого рода экзамен нужно было вводить. Но, как всегда, у нас в стране идея была задумана, в общем-то, неплохая. Реализация подвела. Реализация, да. Хотели как лучше, получилось как всегда. Потому что планы были, в общем-то, неплохие. И тесты в ряде случаев, кстати, возможный вариант. Вот на экзамене по русскому языку, к сожалению, правительство сказало, что тестов быть не должно. И в результате тесты убрали. А там они, кстати, были очень хороши. И они вот как раз подходили. Часть А была там очень хороша. Часто смеются над тестами, которые якобы были в экзамене по литературе, на экзамене, но там их не было на самом деле. Тестовой части, части А с выбором ответа, например, на экзамене по литературе не было никогда. Поэтому как погибла Анна Корейна под колесами поезда, под крылом самолета и так далее. То есть распространенный такой юмор в интернете. Этого просто никогда не было. И так или иначе, в общем-то, продумано было изначально неплохо. Но вот как пошло потом, вот нынешний вариант ЕГЭ, конечно, мало кого уже устраивает. То есть отказаться от ЕГЭ, на мой взгляд, невозможно. Но нынешний вариант сохранить тоже ужасно. Ну, ладно, тесты. Но когда пишут часть С, это, как известно, сочинение, сначала маленькие по... Вы имеете в виду литературу. Да-да-да. Ну, будем по литературе говорить, так это ближе к вашей теме. Пишут сначала по абзацу, а потом полностью развернутая С5. Ну, я это по себе помню. И когда я увидел свои баллы, я как-то немного не понял, почему мне все-таки так занизили. Интересно, кого набирают в эти комиссии, кто это проверяет, и как можно оценивать, если, допустим, мое мнение об этом не совпало с мнением проверяющего. Вы затронули одновременно множество вообще вопросов. Потому что проблемы, которые тут возникают, и я обычно пытаюсь объяснить это детям, когда веду какие-нибудь школы, коллективные курсы по подготовке к ЕГЭ, родителям, которые ко мне массово прибегают, зная, что я 6 лет подряд работала на ЕГЭ, например, по литературе, то первая проблема – это те вопросы, которые предлагают. То есть есть удачные вопросы, а есть и по литературе, и, как мне говорили, физики, математики, и там то же самое, некорректно поставленная задача. Я до сих пор помню сочинение, вот вы говорите, Ц5, значит, большое сочинение, которое пишется по литературе, последним заданием. Я не вспомню сейчас абсолютно точную формулировку, но смысл был примерно такой. Почему пьеса Горького на дне, несмотря на самоубийство актера, производит оптимистическое впечатление? Когда мы проверяющие открыли это задание, то я несколько минут просто молчала в полном изумлении. Я не знала, я не знала, как на этот вопрос можно ответить, потому что она не производит оптимистического впечатления и не может его производить на самом деле. Кто составлял эти задания? Это, к сожалению, неведомо. И каждый год председатель комиссии ЕГЭ, заместители пишут отчеты, и мы высказываем свои пожелания, свои несогласия с заданиями. Но это все уходит куда-то вот туда, наверх, никуда, и практически никогда мы не получаем ответа на наши возмущения или наши пожелания и так далее. Поэтому это первая вообще проблема. И если вдруг вам попались подобные некорректно поставленные вопросы или там по математике некорректно поставленные задачи, то вы в принципе не могли написать на них что-то хорошее и получить за это высокие баллы, например. А вторая проблема, на мой взгляд, это, конечно, тоже очень большая, это проверяющая. Это учителя школ, очень разных школ, и среди них есть замечательные специалисты, и они могут быть очень сильными специалистами, но при этом они ориентируются на своих очень хорошо подготовленных учеников, и они немножко занижают всем остальным. То есть не всем остальным, они не знают, кто их ученики, проверить там на самом деле, на всякий случай, я объясняю для тех, кто не знает этой ситуации, для наших слушателей, зрителей, невозможно выявить своих учеников, учителям, ни по почерку, почерки у всех одинаковые, это нереально, помочь кому-то невозможно. То есть они просто ориентируются на определенный уровень своих учеников. И приезжает учительница из школы, более слабая, и она радостно говорит, господи, да что ты вообще, ребенок написал, как замечательно, и она начинает поднимать эти баллы за достаточно слабые работы. Конечно, предусмотрена система, что проверяют два эксперта, если они очень разошлись во мнении, то проверяет третий эксперт. Но ситуация может и не сработать. То есть может получиться так, что два эксперта совпали в своем мнении, но оно оказалось не очень объективным, и результат оказался занеженным. Да, не стоит ни в коем разе отметать такой критерий, как субъективность любого мнения. И субъективное мнение проверяющего может как раз-таки не совпадать с субъективным мнением ребенка, и тогда происходит то, о чем мы с вами говорили, занижаются баллы и так далее. А если мнение совпадает, то проверяющий может, наоборот, искусственно завысить в какой-то степени. А вот скажите, а какие последствия могут быть для проверяющих, если ситуация спорная, работу отправили на перепроверку в Москву, и выясняется, что баллы, допустим, были специально занижены? Нет. Что значит специально занижены? Никто специально, так сказать, не занижает. Это субъективно, и человек думает, что он ставит правильно, понимаете? То есть такого, что злостно кто-то что-то занижает, такого практически никогда не бывает. Бывает действительно несовпадение мнений, бывает то, что ребенок очень начитанный, например, и ребенок высказал не просто свою точку зрения, но подкрепил какими-то очень современными интерпретациями, а проверяющий был с этими интерпретациями, например, не знаком. А может быть, иногда просто человек сам по себе очень строгий и занижает. Поэтому никакого специального намерения в данном случае не бывает. Бывает вот этот просто субъективный фактор. Ну, может быть, высказывание, так сказать, устное порицание и так далее, но все равно это репутация учителя, и каждый, конечно, боится за свою репутацию. Поэтому иногда бывает так, что лучше не рисковать и поставить вот какой-то средний вариант. И если плохие работы легко можно отсеять и можно увидеть, то взять на себя ответственность и поставить высокий балл за хорошую работу психологически на самом деле сложнее. Но, знаете, есть ведь еще одна очень большая проблема. Это таблица перевода первичных баллов во вторичные стобальные системы. Потому что там, на самом деле, идет гипербола. И если на начальных этапах ребенок набирает, например, 10 первичных баллов, и они переводятся во вторичные, там, 10 вторичных баллов вот по стобальной системе, то там уже наверху последние баллы, положим, каждый балл уже стоит 5 или 6 вторичных баллов. И вот эта система, она неправильная. Вот это, может быть, еще более сложная неправильная ситуация. Я не знаю, как по другим предметам, по литературе именно так. Потому что получается, что мы поддерживаем слабых. Слабые получают высокие баллы за счет этой системы перевода. А хорошие дети, они вот на этой вот последней, последнем вот этом вот кусочке от 90, там, от 80 баллов до 100, они теряют. И это тоже ситуация общая, на мой взгляд, с образованием в стране. ИГ это зеркало всего, на самом деле. Ну и получается такое уравнивание. Да. Мы всегда поддерживаем слабых и всегда не поддерживаем сильных. Это во всем, собственно, сказывается. Перейдем к следующему вопросу. Существует мнение о том, что сейчас старшеклассников не учат именно той программе, которая предназначена для школы, а учат именно, как правильно сдавать ЕГЭ. И что интересно, готовы ли такие школьники к взрослой жизни и к обучению в университете? На ваш взгляд, как вы думаете? Куда же деваться школам? Конечно, они готовят прежде всего к ЕГЭ. Потому что ЕГЭ так или иначе все равно учитывается. И рейтинги школ, и открытые, и скрытые так или иначе составляются. Та же литература, например, она очень страдает. Потому что литературу сдают немногие, около тысячи человек в Татарстане, а русский язык сдают все выпускники. Поэтому часы, которые отдается на литературу, их забирают на русский язык, и литературу почти в 11 классе уже никто не проходит. И русский язык, это гонка за тестами, постоянное повторение, и дрессура, скажем так. В школе деваться некуда. Да, так и происходит. Совершенно недавно была новость, что за отмену единого государственного экзамена выступает Национальный родительский комитет Республики Татарстан. И совершенно недавно они начали сбор подписей под обращением к президенту Республики Татарстан Рустаму Мениханову. Как вы оцениваете данное событие? Я с изумлением тоже это прочитала в средствах массовой информации. На мой взгляд, это невозможно сейчас сделать в одной отдельно взятой республике. Потому что я пока не понимаю, как это будет, если наши выпускники будут поступать в Москву, в Петербург. ЕГЭ же декларирует равенство прав всех при поступлении в вузы всей страны. И что они будут делать? Создавать дополнительные экзамены и так далее. Это надо решать в пределах всей страны и нельзя решать в отдельном регионе. Поэтому любой эксперимент, он упирается в то, что наши выпускники будут лишены возможности поступать в другие вузы других регионов. А что, если сделать по-другому, допустим, дабы-то, чтобы сами ученики, допустим, вот регион, возьмем Татарстан наш, оставались же в наших же вузах, сделать так, что вот по выбору либо ты сдаешь по такой системе, по новой, либо по ЕГЭ. По ЕГЭ ты имеешь право поступать в любые вузы, по новой только по вузам Татарстана. Так вот как будет? Это, конечно, интересная мысль. Вы ее предложите. Вот я прямо сейчас уже предложил. Предложите ее родительскому комитету, но вот вообще вся эта ситуация с ЕГЭ мне не очень нравится тем, что многое определяется в судьбе ребенка заранее и на будущее. В том же марте, например, или феврале нужно написать заявление, какие ты будешь сдавать ЕГЭ, если ты передумал за это время, а если будешь поступать в другой вуз, а если ты решил что-то иное. И тут тоже, если ты год назад решил, что будешь сдавать обычные экзамены и поступать в Татарстане, а потом вдруг понимаешь, что ты хочешь куда-то, то это решение тебе перечеркивает будущее, по крайней мере, на один год. Вот эта ситуация, когда нет выбора и нет возможности даже в последний момент что-то поменять, как раньше было, можно было решить, что за две недели до экзаменов ты поступаешь в другое место, и ты готов, ты можешь сдавать экзамен. Ты туда сдаешь экзамены и проходишь, например. Вот эта ситуация, она, конечно, на мой взгляд, неудобна для детей. Сейчас, походу, должны они уже думать о будущем с самого раннего. Прошу заметить, то, что был такой случай в Ивановской области, то, что родители и детей, которые в четвертом, пятом классе уже хотели создавать что-то наподобие ГИА и ЕГЭ, дабы они уже сдавали, и вот так вот пошли по вот этой накатанной. Бедные дети. Согласен полностью. Вот наши студенты, они очень хорошие студенты. Если они вдруг меня увидят, то пусть знают, что я их очень люблю. Но они очень плохо говорят. Они неплохо пишут, но очень плохо говорят. И однажды моя дочь, которая тоже студентка университета, она профессиональная студентка, уже скажем так, и я с ней консультируюсь по методическим вопросам, общению со студентами, чтобы узнать, что думает обычным по тем или иным вопросам другая сторона. И она однажды сказала, если экзамен будет в форме теста, то я его сдам легко. Если его надо будет сдавать обычным способом, то я провалюсь на данный момент. Потом оказалось, что в форме теста, и она легко сдала. То есть тест на самом деле можно легко сдать, потому что можно угадать логику составителя. Если ты знаешь, как отвечать на эти вопросы, то ты на них ответишь, даже не зная этих вопросов. А с обычным экзаменом это, конечно, сложнее. Поэтому последствия ЕГЭ мы в университете очень хорошо ощущаем. Мне кажется, сейчас наши юные зрители пошли искать логику в вопросах по единому государственному экзамену. Я могу объяснить эту логику по русскому языку. И как-то однажды в интернете был предложен очень сложный вариант подобной ЕГЭ. Я написала, что я ученица школы, там надо было как-то зарегистрироваться. Прошла этот тест, и я знала, как отвечать на эти хитрые вопросы. Я просто все эти вот подковырки хорошо знаю, естественно. Это было по русскому языку, и я получила ответ. Либо вы принадлежите к тем 3%, которые обладают врожденной грамотностью, либо вы преподаватель. Я думаю, да, раскусили. Да, Иго, по-моему, не обманешь. Но это действительно, то есть определенная система заданий. Нужно знать, что если вот такой вариант, то скорее всего, если такой вопрос, то скорее всего вот такой ответ и так далее. Эту систему, если знаешь, то можно, даже не зная каких-то нюансов и конкретного материала, победить. Логику ЕГЭ не сломать, но психику ребенку можно сломать. По мне так действительно очень жестко, то что если там, допустим, он получил неудовлетворительного за экзамен, ему не дают шанса переписать, только в следующем году он получает терять целый год из своей жизни. И не скажу большинство, но частенько в новостных лентах попадают такие новости, то что был совершен суицид и тому подобное, пытались там наесться таблетками и так далее. То есть на эту сторону, как обычно, составители, и товарищи, которые работают с ЕГЭ, как они на это смотрят? Ну, это не дело составителей об этом думать. Мне кажется, что тут возникает еще одна проблема. Потому что мы, конечно, с одной стороны должны думать о том, чтобы как-то учить наших детей, а с другой стороны и наши дети тоже должны думать о том, что надо учиться. И они сейчас не умеют работать, к сожалению. и даже очень простые задания ЕГЭ у многих вызывают большие сложности. Многие думают, ну, сдадим на какой-то порог и поступим на коммерческое отделение. То есть даже очень простые тесты, они бывают не в состоянии пройти. Поэтому детям, конечно, тоже хочется посоветовать, чтобы они лучше учились и больше занимались. А что касается суицидов, то это вообще проблема не ЕГЭ на самом деле. Это проблема того, что в нашей стране высшее образование стало обязательным. Когда я однажды была в Швейцарии, я разговаривала с профессором университета партнерского по отношению к нашему университету Фриборгского. Я сказала, что на улицах не очень много, как я привыкла, интеллектуальных лиц, скажем так. То есть я-то хожу по университету, вокруг меня все люди с высшим образованием или незаконченным, или уже как преподаватель законченным. А он сказал, что мы не считаем, что все должны быть с высшим образованием. Должно быть 7%. И стране нужны очень хорошие сыроделы, стране нужны очень хорошие водители автобусов и так далее. А у нас ведь даже продавцовый магазин не устроишься, если у тебя нет высшего образования. Поэтому и суициды отсюда же, что это высшее образование надо получить любой ценой на самом деле. А зачем? Оно на самом деле любой ценой это и не нужно. И потом нет возможности работать по специальности. То есть, наверное, нужны другие варианты жизненного пути. И если ты не сдал ЕГЭ и не пошел дальше в ВУЗ, то это не должно быть вот с поводом для отчаяния. Но это уже проблема к обществу, вопрос к обществу, а не к ЕГЭ. Ну, что самое интересное, ЕГЭ, по сути, насколько мне известно, где-то ближе к 2009-2008 году стало вот прям обязательным экзаменом. В этот момент как раз у нас сменился президент, он стал Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И он тогда сказал то, что нам больше нужно именно слесарей, плотников, электриков. И складывается такое ощущение, что это ЕГЭ сделали специально, чтобы школьники уходили с девятого класса. Вы как думаете? Может быть. Я, к сожалению, не знаю намерений, которые здесь определили это решение, но ведь это все равно не получилось. То есть все равно, так или иначе, 90% поступают в высшее учебное заведение. Кто-то совершенно к этому не готов, мучается там все годы, не сдает сессии, уходит, недоучившись и так далее. То есть, опять же, чтобы не старались, какие бы декларации ни были, надо, чтобы это было действием. То есть человек без высшего образования у нас просто его не уважают в обществе. Я говорю, продавцом не возьмут без высшего образования. Поэтому надо менять что-то сначала в обществе, а потом уже само собой уйдут и некоторые проблемы с ЕГЭ. Это общество само его потом уберет. Да. Отпадет как ненужное, если вдруг возникнет такая ситуация. Но, повторяю, везде, практически во всех странах что-то подобное ЕГЭ есть. Наверное, нужно просто вводить в ВУЗ какие-то дополнительные экзамены. Совершенно недавно наши коллеги из СМИ сообщили о том, что планируется в ближайшее время сделать обязательный пост-тест. То есть абитуриенты сдают ЕГЭ, поступают, и потом на первом курсе обучения их ждет тестирование по форме того же ЕГЭ, чтобы выяснить общий средств знаний, насколько он изменился за университет, за первый семестр и так далее. Как вы к этому относитесь? Такие проверки и проводятся. Я знаю, что по литературе уже несколько лет проводятся такие перепроверки. Мне кажется, что вот этот пост-тест, скажем так, он должен быть не тестом, не в форме ЕГЭ. Это должно быть, скорее, собеседование с преподавателем, потому что ЕГЭ, я бы согласилась вот с чем, что оно должно остаться выпускным экзаменом из школы. Потому что иначе наших детей, к сожалению, учиться не заставишь. Какая-то доля страха, какая-то доля, может быть, должна остаться. То есть что-то, что все равно ты должен предъявить какие-то свои знания. Но потом для поступления в ВУЗ нужно проявить и другие возможности. Что ты умеешь думать, что ты умеешь размышлять и так далее. А это можно проверить только на другом уровне. Может быть, пусть первый курс заканчивают все, а вот экзамены после первого курса, и причем экзамены устные и проверяющие именно умение размышлять, вот они, может быть, должны уже определять, останется дальше студент в ВУЗе или нет. Но это все тоже надо очень строго продумывать. Насчет подготовки к самому ЕГЭ, тоже интересный момент. То, что сейчас, так как в школе начинают именно учить ЕГЭ, появилось очень много репетиторов. Прямо целый рынок создался. Не специально ли это сделано, чтобы как-то поднять заработок учителей? Может быть. Я не думаю, что это было сделано случайно. Это, опять же, серии «Хотели как лучше», получилось как всегда. Я по себе помню, начинал репетиторство по математике. Начиналось с 200 рублей. Дальше, в следующее полугодие, 500 рублей. Так, что-то тут не то. Дальше потом уже отучился. С репетитором у меня хорошее отношение. Я ему звоню, говорю, по сколько сейчас берете? Тысяча? Ух ты! Ну, действительно, какой-то бизнес получается у них такой. Ну, раз есть этот бизнес, значит, есть и предложение. Школа в какой-то мере тоже складывает в себя ответственность. И часто в школе думают, что наше дело, так сказать, минимальное, а репетиторы уже натаскают дальше к ЕГЭ. Это, опять же, связано с тем, что дети в школе не привыкли работать. Моя дочь заканчивала 39-ю школу, это я 18-я когда-то, 39-ю школу. И у нее не было репетитора по математике, зато у нее был совершенно потрясающий преподаватель математики. И она только за счет того, что она ходила в школу и занималась, она сдала достаточно высокий балл этот самый ЕГЭ по математике. Поэтому есть учителя в школе, которые готовят очень хорошо к математике и к русскому языку. А вот те предметы, которые уже дополнительные, та же география или литература, на них учителей времени не хватает, часто и сил не хватает. И как-то это все уже передоверилось репетиторам. Да, думаю, что это целый бизнес. Но в свое время вузовский бизнес пытались закрыть введением ЕГЭ. Но теперь этот бизнес перешел уже в другие слои только всего. Так что если бы дети умели работать и хорошо учиться, дело в том, что репетитор это дрессура на самом деле. То есть репетитор не учит, в общем, чаще всего самому предмету, он дрессирует и заставляет, дрессирует и заставляет. Дети привыкли, что они инфантильные и их заставляют. Вот за это репетитор деньги получает. А сейчас наблюдатели ЕГЭ зовут студентов. Как вы считаете, нормально ли это, что человек, который, возможно, когда-то сам списал ЕГЭ, будет следить? Это действительно интересный вопрос. Это очень интересный вопрос, да. Что он будет делать, что самое интересное? Вот увидит то, что списывает, вспомнит себя, вот будет следить сначала ностальгировать. Да, я помню, когда я тоже списывал. Сядь ему насчет мораль, чьи надеющего, философствовать. Или, может быть, сразу просто выгонят без слов и такой, нет, я все время не списывал. Ой, не знаю, надо посмотреть, что из этого выйдет. Потом поспрашивать. То есть сдававших экзамены, помогали им или не помогали, мешали или не мешали. Боюсь, что они отнесутся к этому равнодушно. То есть студенты равнодушны? Студенты равнодушны, да, и порадуются за списывающих. Потому что это просто в нашем менталитете, что списывать можно, и это хорошо, если кто-то удачно списал, то это замечательно. Это во Франции сосед поднимет руку и скажет, он списывает. А у нас это добродетель. У нас брат за братом, так же снова взято. У нас соборность, как качество национального менталитета. Срабатывает она и здесь. Что вы можете пожелать школьникам, которые идут сдавать единый государственный экзамен? Что их ждет? Что их ждет, я не знаю. Но все, что они выучили, они уже выучили. За последние полторы недели что-либо доделать, боюсь, что уже мало что удастся. Удастся повторить. И еще я желаю выспаться, потому что лучше чего-то не доучить, но зато прийти на ЕГЭ за свежей головой, с умением немножко подумать. Это гораздо полезнее, чем последнюю ночь судорожно пытаться доучить какой-то последний вопрос. Поэтому я желаю им успокоиться, все повторить, выспаться и сказать себе, что если я учился эти годы, то я справлюсь. Ну вот и все. Спасибо большое за совет. Ну и на такой мажорной ноте мы подводим к концу нашу программу. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо вам, Лея Ефимовна, что вы пришли к нам вновь, к нашу студию. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Николаевича Толстого, Лея Ефимовна Бушканец. Ну а мы с вами прощаемся. Меня зовут Рамплинсков. Меня зовут Александр Фирсов. И хотелось бы тоже пожелать, друзья, удачно вам сдать ЕГЭ. Не переживайте по поводу этого страшного слова из трех букв. Жизнь на этом не кончается. Если вы не сдадите ЕГЭ, попыток еще много. Вы молодые, активные, найдете выход из любой ситуации. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»